Здрасьте, у нас с тобой на прохождении игра Моментум. Нам написал Билл. Вот что оказалось в коробке. Внутри у нас оказалась монета. Я сразу же посмотрел в интернете и оказалось, что монета времен Древнего Рима. Они были золотые, были бронзовые и в нашем случае это серебряные. Все эти монеты между собой отличались, там все время разные лица. И вот конкретно с этим лицом я монету в интернете, к сожалению, не нашел. Если вдруг ты найдешь, что-то узнаешь про персонажа, который изображен здесь, пока мы это не увидим по сюжету, то можешь, конечно, поделиться, будет интересно посмотреть и почитать, что это за монета такая. В этих подсказках есть что-то детское. Варианты ответа. Он гребаный нарцисс. Он хочет быть пойманным. Уже второй раз Сара обвиняет его в нарциссизме. Значит, любовь к самому себе. Где это проявляется, конечно, не совсем понятно. Я больше склоняюсь к теории, что он хочет быть пойманным. Что если действительно убивает подсознание? Смешно звучит. Убивает второе я Джереми Найта. В надежде, что Джереми что-то вспомнит. Может, мы имеем дела с подростком? Вариант ответа. Вполне возможно. Я думаю, он старше. Я думаю, что старше. Есть люди эмоционально незрелые, хотя и взрослые. И что же мы имеем? Вариант ответа. Надо проверить коробку и монету на отпечатки. У нас таки нет данных по делу Мшель. Я не хотел это нажимать. Опять затупило. Да что такое? Надо было проверить отпечатки. Ты же знаешь, я не могу их достать. Но найди хоть одну-две фотки с места преступления. И проверь коробку нам и монеты на отпечатки. Там нужен опыт и осторожность. Попроси Эллен. Она с тебя глаз не сводит. Кто такая Эллен? А почему ты это заметила? Вариант ответа. Это совсем не сложно. Неужели ты вообразил, что я ревную? Но ты это заметила? Вы часто приходите в офис в одно и то же время. И в эти дни у вас в руках кофе из одной и той же кофейни. Значит, покупаете вместе. Возможно, они просто спят. Ничего себе, она прям какая внимательная. Кофе из одной и той же кофейни. Вот. Слушай, мы с тобой просто Шерлок. Это просто секс. Вариант ответа. А зачем передо мной оправдываться? Я не спрашивала. Мне просто интересно. Давай так. Притворюсь, что мне звонят. Сегодня я узнала кое-что интересное. Сюзан Паркер была знакома с сыном директора АНБР. А мне она об этом ничего не сказала. У нас появилась возможность отправить какое-то фото Лори. По всей видимости, это как раз таки сын директора АНБР. И мы хотим что-то про него узнать. Давай сами посмотрим. Ты его знаешь? Нет. Я же вам сказала, не пишите мне больше. Сюзан общалась с ним. Ну, это подруга как раз таки. Это Оскар, сын директора АНБР. Я хочу спокойно жить. Оставьте меня. Тебе этого не дадут. И ты можешь оказаться на его месте. Его убили, да, значит? Мы в тупике. Ты нашел что-нибудь? К черту тупик. Спросим, есть ли что-нибудь у него. Как насчет монеты? Я обыскала весь интернет. Обычная римская монета. Таких очень много. Я думаю, что следующая жертва тоже будет из медицинского колледжа. Я тоже в этом уверена. Может и нет. Я думаю, что скорее всего да. Тем более, если следующей жертвой будет как раз таки Ханна. Девушка, которая общается с Джереми Найтом. Вторым главным героем. То она тоже учится в медицинском. Это мы знаем потому, что она хотела взять у него уроки. У нас больше ничего нет. Он должен был оставить нам подсказку. Нам очень нужны фотки с места преступления. В офисе точно кто-то сфотографировал на телефон. Я найду. И в это время нам написал также Ричард. Значит, съезжаемся. Вариант оттал. Ты достался своим. Господи, неужели ты не понимаешь, что... Нужно же понимать, когда тактично. Когда это все уместно, когда неуместно. Вариант ответ. У тебя маловато места. Потребуется время для перевозки вещей. У тебя вещей меньше, чем у осужденного в камере одиночки. Он же вроде не полицейский, не детектив. А что у него за сравнения и шутки такие? Я бы понял это с ее стороны, но с его почему? Мне кажется, мы торопимся. Может, я зря паникую? Касая мы торопимся, он начнет вот это опять. Вот, ты меня не любишь, ты меня разлюбила, ты мне не говоришь, что ты меня любишь. И так далее и тому подобное. Поэтому давай так. Может, я зря паникую? Конечно, зря. Бытовуха выматывает. И ты узнаешь все мои недостатки. За три года, я думаю, он очень много чего узнал. Я уже знаю. Ты храпишь, долго принимаешь душ. Это неправда. Есть видео с доказательствами. А насчет ванны, иногда я думаю, что с тобой что-то случилось. А мне не нравится твоя музыка. А ты плохо готовишь. Все за ним разругаются и никто никуда не поедет. Хорошо. Плохо готовишь или мне не нравится твоя музыка? Что больнее для человека? Я не знаю. Ну, он у нас кулинаром не работает, поэтому это не его профессиональное. Для мужчины плохо готовить, это знаешь, неповадно. Да я хотя бы готовлю. Видишь, уже началось. Думаешь, мы действительно готовы? Уже. Вы уже ругаетесь. Молодцы. Вам точно нужно съезжаться. Это будет интересно. У нас появятся хоть какие-то эмоции в диалогах, потому что пока не особо. Я люблю тебя, знаю тебя и готов к этому. Вопрос в тебе. Вариант и ответ. Дай мне подумать. Давай попробуем. Ну попробуйте. Мы что, против что ли? Пробуйте. А когда? Он будет ждать вечность, да? Не дай ей. Диалог неактивен. Билл, ну что? Тебе уже точно ничего не светит? Мы переезжаем к парню. Мне удалось достать несколько фоток с места убийства Жасмин Фишер. Замечательно. Смотрим на фото. Шахматы. Попкорн. Три, шесть. То есть те же самые цифры, которые были около книги Море-море. И кофе. Прозрачный столик. Больше ничего не заметил. Все находится возле дивана. Шахматная фигура. Опять эти игральные кости, причем опять те же самые цифры. Но давай про игральные кости. Как показывает опыт, если ты выбираешь один вариант, то во второй вариант они просто обсуждают сами. Я заметил, что кости показывают одно и то же число. Шесть и три. По обоих убийствам. Римская монета и шахматная фигура ферзь или королева. Как по-латински королева. Кажется, Редина. Это редкое имя. Звони в колледж. Там должна учиться девушка с таким именем. Продолжить историю. Я не знаю, что на меня нашло. Вариант ответа. Я сам виноват. Я нажал не на тот вариант. Другой вариант. Давай больше не будем о ней говорить. Скажем правду. Так получилось. Я первый начал этот разговор. Но я продолжила. Простите. Проехали. Как обстоят дела с экзаменами? Я опять провалил анатомию. Вариант ответ. Нет времени для чтения? Неужели так сложно? Просим про время для чтения. Я абсолютно уверена, что отвечаю правильно на вопросы. Вам преподает доктор Стивенсон? Да. Обращайся постоянно к его работам. Как вы метко отметили в какой-то главе и так далее. Склониться перед его пьедесталом? Это не сложно. Хорошо, что вы рядом. Хорошо, что вы рядом. Думаешь, Канна хотела бы иметь с тобой дело? Знаю, кто ты такой. Могла бы так же довериться. Я ничего не сделал. Почему ты мучаешь меня? Мучает, потому что хочет, чтобы ты что-то вспомнил. Но спросим. А ты вспомни. Вспомни, почему так все происходит. Давай подведем с тобой итоги. Мы знаем, что через сутки будет следующая жертва. Девушка по имени Регина. И здесь либо мы сумеем чего-то добиться. Сумеем ее спасти. Или сумеем еще ближе подобраться к убийце. Либо этому не быть. Спасибо за просмотр. Хорошего тебе настроения. И до встречи в следующих сериях.